Привет, ребята! Пятничный выпуск, нерегулярный, значит, тема какая-то свободная. И сегодня я хочу поговорить с вами немножечко о личном. Если вы прочитали название, что-то будет про больницу, про медицину и так далее. Поэтому для начала небольшой ликбез, почему этот выпуск вообще существует. У меня есть на канале видео, где я рассказывал про свое отношение к медицине в Китае. Сейчас где-то вот здесь ссылочка появится. Посмотрите, если вам эта тема интересна. Мне много раз реально за три года существования канала огромное количество людей в чатах и в личных сообщениях в ВК. И в комментариях вы легко их можете найти в комментариях под роликами под различными. Спрашивали, а что с китайской медициной? А что с китайской медициной? Что? И у меня нет практически на это ответа, потому что у меня нет вокруг людей, которые были бы специалистами, именно русскоязычных или даже англоязычных людей, которые были бы специалистами в китайской медицине и могли в отрыве от всех стереотипов, которые китайцы имеют сами по себе, потому что огромное количество вещей, в которые обычные китайцы верят, не задумываясь. Правда, это неправда, вообще им пофигу. Вот у них есть некие столпы, некие вещи, в которые надо верить априори, задумываться почему, чтобы что. Это вообще бессмысленная задача, по их мнению, и они, соответственно, этим не занимаются. И как только у меня такой человек появится, а я таких людей несколько знаю, они живут, правда, очень далеко от меня, но в пределах Китая, обязательно с ними поговорим. И все мои случаи сталкивания с китайской медициной обычно наталкивались на медицину классическую. То есть это просто обычная больница, где единственное отличие от какой-нибудь российской больницы в том, что тебя, по большей части, не укольчиками и таблетками пихают, а капельницами. Вот в Китае капельницы, обожают капельницы, это прям их все, попей горячей воды или поставь капельницу. Вот такие дела. И тут у меня произошло событие. Я попал в китайскую клинику, как ее Энни называет. Статус ее не очень понятен. Лично для меня вроде как она частная, но при этом она обладает, во-первых, всеми государственными лицензиями, во-вторых, она принимает любые государственные страховые планы. Есть у нас такая штука, называется IC-карта. Это некая сложная страховая система, которую может приобрести любой китайец. Такая пластиковая карточка, похожая на, ну, не знаю, как типа банковские карты, только с твоей фоткой и там с определенным номером. Просто пластиковая карточка, по которой ты ежемесячно кладешь деньги. Ты на нее кладешь бабло, но не как на сберегательный счет. То есть эти деньги не сберегаются. Есть некий ежемесячный платеж, часть суммы остается на этой карте, часть суммы уходит в некий специальный фонд, обеспечивая тебя возможностью покупать различные медицинские услуги со скидкой чуть ли не до 95%. Плюс, чем реже ты ей пользуешься, тем больше тебе такой кэшбэк своеобразный. Плюс раз в год тебе государство на эту карту кидает некую сумму бабла, допустим. Ну, к примеру, возьмем, я точно не буду назвать, чтобы вот не соврать, ну, допустим, тысячу юаней просто, может, 10 тысяч, я не знаю, какую-то некую сумму. И ты эту сумму можешь тратить в пределах медицинских услуг по своему усмотрению. Допустим, ты всю жизнь, ну, более-менее ухаживаешь за собой, этой картой почти не пользуешься, и тебе там несколько лет подряд кидает государство, там, не знаю, по 3 тысячи юаней. У тебя скопилось, там, 10-15 тысяч. Идешь и, там, допустим, зубы себе сделаешь, потому что, ну, это большая проблема среди китайцев, особенно старшего поколения. И ты это можешь делать мало того, что ты эти деньги потратишь, да, не свои деньги, которые тебе государство дало, так ты эти деньги потратишь еще с невероятной скидкой, потому что скидка, вот, которую дает тебе эта IC-карта, она применима и к тем деньгам, которые тебе дает государство. Короче, много бонусов, но ежемесячно надо башлять, прям каждый месяц без остановки. У нас IC-карты есть у всей семьи, кроме меня, так как я иностранец, и вот, может быть, когда получу грин-карту, смогу претендовать на такое. Но у всех есть. И мы платим 320 юаней каждый месяц примерно, то есть это где-то 3,5-4 тысячи рублей. И мы каждый месяц платим за каждого члена семьи за такую карту. Но нам это необходимо, потому что, ну, Энни просто идет у нас как бы паровозиком, таким вагончиком, но родители у Энни не молодеют, и проблемы со здоровьем, у мамы диабет, не, как бы, не позволяют нам вот такой роскоши, как не заботиться о здоровье и забывать о таких вещах. Поэтому такой роскоши, как сесть на жопу и расслабиться, у нас нету, поэтому приходится. И вот, у меня всплыла моя старинная проблема со спиной. У меня с самой молодости и юности проблемы есть не только с башкой, не только беды с башкой, но и со спиной. И раз где-то лет в 5-6 у меня начинается очередная, вот, не знаю, параболистическая волна. Приходит, у меня начинает ныть жестко спина. Причем это по-разному, из года в год отличается. Иногда может просто зимой немножко поныть и как бы проходит уже к теплому времени. Иногда, как было в 2013 году, я улетел в Россию поменять паспорт, прилетел сюда, в Китай, и перед самым Новым годом слег так, что у меня ноги отдельно работают, тело отдельно работает. Я рассказывал об этом в другом видео, но там прям тяжело было, вытаскивали меня, я век один попробовал. И, собственно, пришел в себя. Прошло много лет, с 2013 года 8 лет уже с тех пор прошло, и особых острых случаев не случалось. Тут у меня абсолютно ни с того, ни с сего началась очень странная проблема. В определенные моменты, под определенным углом, делая определенные некие действия, у меня просто жестко в одной ровно какой-то конкретной точке начало простреливать спину. Почему? То ли под кондеем простыл, то ли еще что, то ли возраст, то ли старые болячки. Хрен его знает, может быть, куча проблем. Я только-только с ногой своей разобрался, тут спина. Ладно, я говорю, Энни, ну что, в больничку, потому что неделю не проходило. Я думал, ну типа, хрень сама пройдет, а пипец неизлечим. Классическая русская такая штука. Она говорит, давай-ка попробуем в клинику, в которую ходит вся семья. И вот тут как раз начинается, можете написать вот в комментариях, видео начинается с этой минуты. На самом деле, нету ни начала, ни конца у этого видео, и выводов никаких не будет. Я просто рассказываю свою историю, а вы выводы сделаете сами. Так вот, эта клиника, что меня как бы подкупило? Во-первых, я там был пару раз, Энни, я там себе зуб лечил, сделали все великолепно. У меня старая пломба, много-много-много лет сделанная назад еще в России. Под ней началась какая-то фигня. Мне ее там вскрыли, все прочистили, снова запломбировали. У меня все идеально, как бы я вообще максимально доволен качеством их работы. И эта клиника, она занимает некий этаж, некого полубизнес такого центра. Там на первом тоже супермаркет, на втором, хрен пойми, что... Нет, на втором как раз клиника, и на третьем офисы какие-то. И она достаточно большая, разделена на много-много-много кабинетиков. И каждый кабинетик занимается своим стоматологией, какая-то, не знаю, еще терапия, терапия, лоры и прочее. То есть есть, в принципе, полный набор таких различных специалистов. Но все по-простому, без понтов, без кофе на ресепшене, без особой девочки, которая рядом с тобой бегает, чай-водичку предлагает, которая тебе там, не знаю, полотенчик свежий принесет. Без таких понтов, современных пафосных клиник. Такая стандартная, знаете, ну вот у меня в поселке под Новосибирском примерно такая поликлиника была чистенькая, но бедненькая. Вот так вот. И это меня первое, что подкупило, то есть мой предыдущий опыт. Второй опыт, который меня подкупил, это опыт всех людей, потому что все местные ходят туда. Там свои прикормленные врачи, там врачи знают уже всех. И для меня это было важно как минимум потому, что в Китае очень много разводил. Разводил на медицинской теме, особенно я рассказывал уже про людей у меня, моих знакомых, которые подрабатывали докторами, просто чтобы некий продукт пропихивать на рынок. Ему брали человека с европеизированным лицом, он сидел такой и на английском говорил, that's our new product, бла-бла-бла. А он вообще к медицине не имеет никакого отношения. Просто ему дали заучить листочек, и он, соответственно, по этому листочку каждому человеку впихивал за три дорога. Некий продукт, которому вообще насрать. И то есть, вот такое бывает, что только не бывает в Китае. А здесь такого быть не может, потому что там десятилетиями уже в эту поликлинику, в некую маленькую ходят местные. Соответственно, мне сказали, есть доктор, мануальщик, ну такой типа мультиинструменталист, который мне поможет. Я туда пошел. Сейчас будет несколько фоточек в течение видео, поэтому не пугайтесь моей волосатой спины и жирной жопы. Вот как сфотографировали, так сфотографировали. Покажу вам все беспрекрас. Рассказываю собственный опыт. И просто расскажу, что сейчас. Потому что это было три недели назад. Сходил я два раза, должен был три раза. Но все по порядку. Для начала мы пошли туда. Я вообще чуть ли не перекошенный был. У меня был реально момент, когда любой резкий поворот влево, и у меня вот простреливало. Именно в районе таза, где-то сзади, там простреливало одну определенную точку. И то есть, пока я двигаюсь медленно, пока я вот как бы плавненький, все хорошо. Любое резкое движение, что-то потянулся зачем-то, оп, прихватило. Думаю, старею, что ли. Ладно, добрались до туда. Приходит доктор. Доктор невысокого ростика мне, наверное, вот такой. Ну, такой стандартный китаец с такими жилистыми руками. Не сказать, что там суперкач. Такой нормальный доктор. Видно, что любит работать руками. Говорит, ложись. Кладут меня на некую кровать с дыркой. Вот такой, знаете, как массажные кровати есть. Где, собственно, ну, там в Таиланде тебя массажируют. И вот здесь дырка, чтобы дышать. Вот на такую штуку подкладывают некую одноразовую салфетку, чтобы у меня лицо в нее потело, а не в клеенку этой кровати. И прямо в одежде. Только ботинки сними и кепку. Лежу, значит. Подходит доктор и начинает делать пальчиками туда-сюда, туда-сюда. Говорит, здесь больно, здесь больно. Ну, стандартные такие мануальные какие-то процедуры. В итоге определяет круг задач и говорит, ну шо, поехали иголки в тебя втыкать. А меня я не предупреждал. Я никогда в жизни не делал акупунктуру и знал, что это в целом, ну, иголки. То есть тебе в определенные точки, в котором ты много-много лет учишься, куда эти иголки втыкать, вставляют иголки. И у меня всегда была мысль, а нахрена вот тебя натыкают этими иголками и чё? Ну, типа вот иголку тебе, ту супер тонкую иголку воткнули в мышцу. Чё она там мышцы расковыряет или что? Оказалось, всё куда веселее. Я не знаю, мне кажется, даже видео, если видео есть, вы его сейчас увидите. Эти иголки втыкают в кучу определенных мест. То есть в моем случае это, получается, правая сторона спины до жопы и нога. Потому что доктор говорит, там всё связано и вот эту часть надо всю. Он тебе втыкает штук, наверное, хреново тучи иголок. И к всем подсоединяет электричество, которое начинает постепенно, постепенно увеличивать. И оно пульсирует. И сначала ты ничего не чувствуешь. А потом ты понимаешь, что электрическими стимулами твои мышцы начинают вот так вот пульсирующе сжиматься. Он такой, типа, чувствуешь, но он постепенно их присоединяет. Сначала все иголки воткнул. Это не больно. Если вы боитесь вот этого, вообще никаких проблем нет. Они настолько тонкие, что вы чувствуете, даже вот укус комара будет более чувствителен, чем эта иголка. Он тебе всё это вставляет, подключает электричество и такой, типа, чувствуешь что-нибудь? Ты такой, не, ничего не чувствуешь. В какой-то момент ты чувствуешь, что сжимается всё сильнее, сильнее, сильнее. Я такой, чувствую, всё, комфортно, комфортно. Дальше. И вот всё ниже, ниже, ниже. И больше всего проблем у меня было почему-то с ногой. Он увеличивал, увеличивал, а я ничего не чувствовал. В какой-то момент я прям чувствую, что у меня на ноге мышцы прям начали сжиматься. Ладно. 15 минут. 15 минут ты лежишь так. Минуте на 10 примерно ты начинаешь прям охреневать. То есть не то, что больно, а реально как будто в зале отзанимался целый вечер. То есть вот ощущение, что у тебя мышцы просто устали. Ты лежишь, и у тебя вот на пол тела такая дикая усталость. И она продолжается. Это вот всё вот такое сжимается, сжимается, продолжается. И ты лежишь прям реально усталость. И в какой-то момент эти 15 минут заканчиваются, а оно само блинк, как микроволновка, да, и врубается. Я-то думал, ну, всё, китайская магия сработала, и, соответственно, на этом как бы конец. Хрен там плавал. Начинается сеанс массажа. К сожалению, массаж, насколько я помню, не попал в фотографии. Его не будет, но вы это и без меня можете представить. Доктор своими жилистыми руками начинает ломать тебя полностью. То есть если до этого мне казалось, что я чувствую боль, такую нормальную терпимую боль, и я всегда думал, что у меня достаточно высокий болевой порог, то здесь мне показалось, что я местами буду орать. Причём он говорил, типа, если хочешь орать, ты говори, типа, ну, есть по-китайски слово «тонг» – боль. Ты просто говори, типа, «тонг», что больно тебе. И всё, и, соответственно, я приостановлюсь или буду поменьше делать, если слишком больно. А если, типа, боль такая, что, ну, вот, не знаю, вот, боль, да, не боль, как будто тебе на уже синяк нажали, или на больное место нажали, а когда тебе просто причинили боль, и ты, как бы, настолько принцесса, что, ну, любое физическое воздействие, ощущаешь боли, вот тогда не надо. Я понял, всё услышал, лежу, и, как бы, боли вот такой боли-боли нету. Просто есть прям усилия. И усилия такие, что, как бы вам это описать, довольно сильный и очень костлявый человек локтём на вас давит. Вот представьте, что на вас давит не крепкая, мощная, мускулистая рука вот так прижимает вас к чему-то, да, а кость как будто вас палкой вдавливают. И вот это ощущение чего-то острого, такой вот этой кости впивающейся тебе между каждыми костями, очень своеобразное впечатление. Причём он проходит сначала по больному месту, потом вторая сторона полностью точно так же, и потом сверху вниз полностью ещё раз. В какой-то момент я думал, что у меня слёзы пойдут. Причём в этот момент второй доктор, правда, девочка, ну там тоже девочка такая нормальная, делала подобный массаж Энни, потому что, ну, она со мной пришла, ей что делать, давай, типа, тебя промнём. Но только не так сильно, она говорит, у тебя это лечить ничего не надо, поэтому мы тебя, типа, разомнём. Хрен с ним, валяется, разминается. Меня доктор так сломал. Я говорю, я думал, что местами, вот в паре мест, я прям хотел сказать, типа, всё, стопэ, стоп-слово назвать, арбуз, арбуз, арбуз. Но, к счастью, в тот момент, когда мне уже было прямо вот так вот максимально, он всё остановился и такой, лежи. И вы думаете, на этом конец? Нет, конечно, посмотрите, там ещё часть ролика осталась. Значит, произошло кое-что ещё. Тут тоже сейчас будут фотографии, потому что оказалось, что пока меня там мялили, я лежал на вот этих всех иголочках, Энни договорилась, чтобы меня по полному комплекту прогнали. А полный комплект включает в себя ещё и банки. Я не помню из детства, честно, не помню из детства, как ставили банки. Больно это было, не больно это было. Я помню только одно, что в детстве пару раз в моей жизни банки были. Они представляли из себя стеклянные банки, которые внутри поджигали, потом тебе прислоняли к спине, и они присасывались, и ты какое-то время с ними жил, а потом ходил с такими тёмно-коричневыми пятнами странными. Окей. Я думал, ну банки и банки. Какие-то воспоминания из детства есть, ну типа как будто сильные засосы. Хрен с ним. Ладно, пофигу. Оказалось, что современные китайские банки ничего общего с этим не имеют. Это некие пластиковые сосуды с такой резиновой каёмочкой, которая очень плотно прилегает к тебе к коже. Вверх этой банки вставляется некий пистолет и максимально жёстко высасывает воздух. Высасывает так, что твоя кожа вздувается такого ощущения, что... Ну вот ощущение, что она лопнет. И, соответственно, на тебе ощущения прям совсем адовые. То есть, если мне в какой-то момент казалось, что массаж это было всё вообще, это прям жопа полная была, то банки вывели уровень боли на такое, просто на такие высоты, что пипец. Причём их много. Их реально дохрена. Они плотно-плотно насажены по всей спине и половине жопы. И я просто говорил такой, я ей говорю, это так и должно быть. Она говорит, вот теперь терпи, вот теперь ты жаловаться не можешь. Никто ничего не давит, просто лежи. Надо типа пять минут вроде всего, но эти пять минут тянутся годами. Я много раз, на самом деле, видел в Китае людей, просто гуляющих по улицам с пятнами от банок на спине, на шее, на ногах. Это очень частое явление. В Китае поставить банки, это то же самое, что у нас аспирин принять. Это такое абсолютно нормальное явление, если что-то пошло не так. Выпить горячей воды, сходить на какую-нибудь капельницу с чем-нибудь рандомным, просто уже капельницу поставили, уже всё хорошо. И банки. И если вы жили в Китае, я уверен, что давайте так, если вы жили или живёте в Китае, у меня много таких подписчиков, напишите в комментариях, вот чтобы остальные люди увидели, вот видели ли вы и в каком количестве увидели людей, которые летом по улице ходят и зимой, ну, по крайней мере, где открытые части, что вот у них следы от банок. Это пипец какая популярная штука в Китае. Причём от мала до велика, от маленьких детей до суперстарых стариков. Соответственно, если они это вывозят, то я здоровенный лоб, блин, огромный человечище, должен это вывести. И я реально на морально-волевых, на оставшихся морально-волевых вывозил это дело. Вывез. Эти пять минут или сколько показались просто вечностью, показались адом. Ну, вывез. С тебя, когда это снимают, вот если хочется мужчине понять, что такое женский мультиоргазм, то, наверное, надо приехать в Китай и один раз поставить банки. Потому что во второй раз уже такого эффекта не было. Но вот в первый раз, когда ты к этому не готов, это прям пипец. Дальше. Всё это заканчивается. Тебе там так протирают полотенчиком. И говорят, вали домой. Через недельку. Увидимся. Через недельку. Ладно, давайте так. Сейчас расскажу, как я эту недельку прожил, а потом, что было через недельку. Недельку я прожил очень забавно. Первый день у меня было ощущение, что меня вообще от всего вылечили. То есть у меня такое ощущение, что я, в принципе, если даже чем-то и был болен, даже не знал об этом, у меня этого больше нет. На второй день пришли откаты. На второй день начало болеть вообще всё. У меня, я проснулся, у меня ломало все кости, у меня болела спина, у меня болела жопа, у меня болели руки, у меня горела спина, горели ноги от этих банок, у меня в этих пятнах было всё. Причём на ногах прошли почему-то в первую очередь. Там были самые светлые пятна. Но вот на спине вообще всё горело. Мне реально, ощущение было, что мне всё испортили. За вторые, ну вот, это получается, там, типа сутки, вторые сутки более-менее подотпустило. Но скажу так, если брать основную проблему, с которой я пришёл, она вернулась в полной мере, в стопроцентной мере дня где-то через 4. То есть дня 3 мне было ок. И где-то в конце третьего дня я такой в первый раз, опа, опять это хреновина. Так, так, так. И вот уже к концу первой недели я, собственно, вернулся вообще ровно к нулевой позиции. Через неделю второй сеанс, ровно через 7 дней. Также акупунктура в таком же полностью количестве, ровно такое же количество массажа и куда меньше банок. Банки были в других местах, потому что ещё оставались следы от тех банок и поставили в каких-то других местах, тоже вокруг жопы, чтобы как-то это всё там, не знаю, прогреть. Я до сих пор не очень понимаю. Если вы шарите, зачем ставят банки, вообще в принципе в мире на кой хрен они нужны, что-то там кровь вытягивать, что-то там кровь стимулировать. Я слышал 5 или 6 различных теорий, на кой хрен их ставят. И все друг другу противоречат. Поэтому я до сих пор не понимаю. Ну, типа ставят и ставят. Если уж профессиональные доктора это делают и целая нация этим занимается, то, наверное, что-то в этом есть. Но, опять же, к этой нации куча вопросов. Потому что, как я уже говорил в самом начале ролика, они дофига чего делают просто потому, что это все делали до них. Китайцы такие фолловеры, да? Они любят следовать традициям, следовать ритуалам. И вот эта ритуальность, она иногда как бы позволяет людям очень быстро деградировать в плане самосознания, самоосознания, понимания вообще глубины процессов. Соответственно, когда вот там сто поколений до тебя делают, ну, они типа же прожили жизнь, да? И кто-то даже говорил, что помогало. Соответственно, если хоть кому-то помогло, то, наверное, мне хуже-то точно не будет. И давайте делать эти банки. В общем, прошел второй сеанс. И, опять же, примерно такие же результаты. Первый день вот после этого. То есть мы ходили туда где-то часам к трем дня, часа где-то в полпятого все дело закончилось, потому что пока очередь, пока все дела. И потом, собственно, весь оставшийся день чувствовал себя как на крыльях любви. На следующий день опять откат. И вот третий сеанс, который должен был быть, я от него немножко отказался, просто по той простой причине, что я не почувствовал ничего. То есть меня так же к концу недели начало снова накрывать. И вот тут можно сказать, ну, стандартная китайская на ежалова, неохота материться. и не все так однозначно. Дело вот в чем, что с тех пор прошла еще одна неделя. И у меня прям все в порядке. То есть у меня иногда раз в некоторое время при каких-то очень резких телодвижениях, при каких-то вообще рандомных абсолютно ситуациях вот эта хрень случается. Но даже не в десяток раз лучше стало. То есть относить, то есть если мы берем количество, частоту происходящих вот этих проблем, эта частота снизилась даже более чем в десяток раз. Что на это повлияло? Наступившая жара? То, что я стал меньше пользоваться кондиционером, хотя нет, ну, типа в спальне, да, перед сном. Да вроде нет. Вся тот же самый образ жизни, ничего особо не поменялось. Может, жара наступила, может, само по себе прошло. Может быть, я больше начал гулять и как-то расходился, мышцы там немножко как-то, ну, размялись, да. А может быть, эта хрень, вот как и многое в Китае, часть китайской медицины, которая действует медленно, но на каком-то более низком уровне, и просто эффект, он отложенный, он более замедленный. Хрен его знает. Я не берусь делать никаких совершенно выводов. Но то, почему я начал записывать этот ролик, потому что с помощью или нет этой штуки. Я чувствую себя прекрасно. Мы вот эти дни вообще прям отлично гуляем. Я даже не вспоминаю об этих проблемах. Единственное, сегодня делал квас, тащил здоровенные 10-литровые бутыли, в какой-то момент с бутылем повернулся и такой оп, о-о-о-о-о-о. Вот так вот. Случилось. Ничего не поделаешь. Но в остальном все прям хорошо. Вообще нет никаких проблем. И слава всем богам, создателям, кому угодно. И конечно же, я надеюсь, в этом есть огромная доля помощи этого доктора. Поэтому верить ли китайской медицине? Да черт его знает на самом деле. Вот именно такой мануальной медицине. Мы сейчас не говорим про травки, про вот эти отвары, всякие сборы, чаи и прочее, потому что это еще одна огромная тема китайской медицины, с которой у меня лично пока столкновений особых не было, кроме того, что я пробовал какие-то отвары, когда простывал и так далее. Но все равно я привык доверять нашей медицине и как-то с ней. Единственное, что я знаю про китайскую медицину именно в плане отваров, это то, что если вы взрослый человек, даже не начинайте. Потому что она не так работает, она не лечит, она предотвращает, она вас делает просто более здоровым и вроде как просто ваш организм, ваш иммунитет настраивает на то, что он просто более резистивен, более готов к отражению каких-то бы ни было болезней. Как это или не так, я не доктор. Но вот люди, которые шарят, люди, которые с этим сталкивались, объясняли мне это таким образом. И поэтому нельзя просто взять, заболеть чем-то, пропить некий курс китайской медицины и там супер вылечиться. Не так это работает. Ты эту медицину начинаешь за полгода пить, и потом, если с тобой что-то случилось, ну, тебе просто все это легче проходит, и ты к этому добавляешь какие-то другие травки, и у тебя вот все хорошо. Поэтому есть какие-то там травки, настои, которые китайцы пьют всю свою жизнь, чтобы поддерживать организм. И все это настолько сильно завязано и с тайчи, и с питанием, и с климатом, и с образом жизни, и со всеми остальными травками, хренавками, которые они потребляют. Это такой огромный комплекс, что вы просто вот хотите прокатиться на машине, но вам говорят, что вот колесо, я не знаю, Бриджстоун, оно прям прекрасное, это супер отличное колесо, но на одном колесе вы не уедете, да, или руль какой-нибудь Момо, это крутой руль, охренительный руль, не знаю, из какой он там страны, это вот шикарный руль спортивный, ну вот вам дадут этот руль, и попробуйте просто с рулем разогнаться до 300 км в час, не получится, и вот эти травки китайские, это просто руль, а вся машина выглядит как целый комплекс, это то, как объясняли мне. Я же все-таки столкнулся именно с мануальной частью этой всей терапии, с вот этим делом, я пока что-то не понял, я честно признаюсь, не понял, я обязательно еще через неделю схожу, все-таки мы с Аней поговорили, надо бы закрепить, я уже так пришел в себя, и пусть, соответственно, более лайтово, просто человек снова разомнет, и посмотрим, как это будет в перспективе. У меня есть свободные пятницы, на которых либо не выходит ничего, либо выходят вот такие вот какие-то видео на свободную тему, поэтому, если вдруг будет что рассказать, обязательно расскажу. Всем, кто кушал под это видео, приятного аппетита, всем остальным, ребята, не болейте, потому что болеть это хреново, болеть это неудобно, болеть это дорого, болеть это долго, болеть это отнимает вообще кучу всего, что можно было бы потратить на какие-то более приятные вещи, поэтому старайтесь не болеть, и заботьтесь окружающих, о своих близких людях, потому что зачастую, ну, со стороны виднее лучше, поэтому заботьтесь о других, скоро грядут новые ролики, в которых мы увидимся, а те, кто захочет стать спонсором канала, ваш список, как обычно в конце, правда, список сейчас стал попроще немножко, не в плане размера, а в плане того, как красиво он выплывает, у меня с плагинами для монтажной программы небольшие проблемы, они обновились, они хотят работать, поэтому вот так по-простому все, но вам огромная, невероятная благодарность, как и, по сути, ко всем, кто посмотрел это видео, и кому оно понравилось, а у меня на этом все, спасибо, пока. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok